Здравствуй, Вера! Очень рад тебя видеть. И, конечно же, хотелось бы услышать сначала несколько слов о том, где мы с вами находимся и что нас сегодня ждет, куда мы с вами поплывем и что мы с вами увидим. Привет, очень приятно тебя видеть тоже. Добро пожаловать в Праге. Сейчас мы находимся на реке. Ее название Волтава. Это очень старое название и это можно перевести как дикая река. Волт это похоже на английский wild, дикий, ава, аква. Это значит вода или река. Сейчас ты видишь, что она спокойненькая и медленная. Но здесь очень часто наводнение и мы покажем попозже, куда вода поднимается. Ну, начнем чуть-чуть веселее. Вот там это прекрасное здание, которое там впереди. Это наш народный театр. Он был первый театр, где говорилось по-чесски. Ты знаешь, Прага или Чехия, это была часть Австро-Венгерии. И здесь официальная речь была немецкий язык. Но, конечно, что люди здесь хотели говорить по-чесски. Тогда они собрали деньги и на эти деньги построили народный театр. Ну, что случилось? Два дня после открытия он совсем сгорел. Люди собрали деньги еще раз и построили еще раз больше и красивее. И с того времени здесь началось говориться по-чесски. Скажи, пожалуйста, а вот я так понимаю, с правой стороны перед нами находится Карлов мост. И со стороны старого города высится вот эта старинная башня. Это какое-то охранное сооружение, да? Потому что, я так понимаю, Прага являлась центром множества конфликтов и интересов. Поэтому наверняка город часто вынужден был обороняться. Это так? Да, ты это очень правильно понял. Но когда это здесь строили, это не было как Прага, как единственный город. Здесь был один город. Ему название Старе мне 100 по-чесски. Это переводится как Старий город. И с другой стороны, маленькая страна. И чтобы было можно торговать между городами, здесь был построен вот этот мост. И чтобы было можно тоже следить за тем, кто переходит через мост и построить башню. Когда здесь были войны, с этой башней лило горячее масло на солдата, который сюда приехал. Тогда через мост прийти не было возможно. А скажи, пожалуйста, наверняка все слышали о Карловом мосте. И те посетители города, которые побывали на этом мосту, слышали разные истории о том, как этот мост строился. Я знаю, что одна из историй, да, или одна из вот таких вот городских табаек рассказывает о том, что этот мост был построен из каменных брусьев и яичных желтков, которые использовались для того, чтобы скрепить вот этот вот цементирующий материал. Правда ли это? Ну, камни здесь серьезно есть. Ну да, камни вот они, конечно же. Видим. Ну, яйца там, наверное, нет. Ну, никто не знает, это уже было много лет назад. Ну, просто за строительство этого моста я использовала столько яиц, что это в это время было просто невозможно. Это были миллионы яйца. В то время люди голодали. Карлов-четвертый здесь начал строить голодную стену. Она не называется голодной просто так, потому что здесь не была работа, не было деньги, не было еда. Тогда он заставил люди работать на строительстве этой стены, которая за первых заширшает Прагу и за вторых накормила народ. Скажи, пожалуйста, а куда мы сейчас направляемся? На этой лодке мы можем доплыть прямо до немецкой границы? Или все-таки каким-то образом это судоходство, маршрут путешествий и поездок на лодке ограничен каким-то определенным, не знаю, маршрутом? Ну, у нас почти ограничений нет. Если мы поплевем в этом направлении, мы серьезно можем доехать до Германии. Но мы здесь так шутим, потому что рядом есть историческая граница Праги. Но если мы туда доедем, тогда мы всегда шутимаем. Это уже еще Чехия, Прага, а это уже Германия. А водные экскурсии проводятся каждый день в формате маленькой частной лодки, на которую могут попасть, например, друзья или устроить романтическое путешествие вдвоем вместе с капитаном в белой фуражке и бокалом вина? Каждый день в году. Начинается с утра, можно это забронировать уже с скорого утра, вес всю ночь, это так. Скажи мне, я представляю себе Прагу на закате, и только я и моя избранница находимся на этой лодке. Перед нами стоит бокал из шампанского, может быть, немного клубники, и я хочу сделать своей избраннице предложение. Есть ли возможность организовать частный тур или частную поездку на такой лодке и как бы устроить романтическое путешествие? Конечно, это возможно. Вы уже здесь организовали тоже фейерверк. Даже фейерверк? Да, тогда если бы тебе захотелось, и это возможность. А если бы, например, я хотел отправиться в подобного рода поездку или экскурсию с семьей, с детьми, что мы можем предложить нашим маленьким друзьям, куда мы могли бы с ними отправиться? Ну, на этой лодке, наверное, в зоопарк доехать нельзя, ну, просто здесь по Праге рядом. А если с детьми, тогда здесь другие корабли, которые побольше. Это вот такой теплоход, да? Да, да, теплоход. Значит, на нем можно отправиться в зоопарк? Это будет красивее, и на них можно отправиться в зоопарк или просто целый день покататься в большую дамбу. Ну, и если я правильно понимаю, можно, опять-таки, полностью арендовать подобного рода теплоход и устроить отдельное эксклюзивное мероприятие для своих коллег, для друзей, да? Это может быть свадьба или день рождения? Конечно, это там ничего не проблем. А живая музыка бывает на таких теплоходах? Да. То есть, или, например, можем ли мы с собой взять скрипача и гитариста? Ну, конечно, вы можете это взять или просто обратиться на нас, имея это за вас, для вас сделаем. Ну, и, конечно же, самый важный вопрос, где вас можно найти или каким образом можно попасть на такую лодку? Есть ли определенная пристань, на которую наши зрители должны прийти и обратиться для того, чтобы у них была возможность прокатиться на лодке по Волтаве? Ну, конечно, здесь нисколько пристань, можно туда заходить. И лучше это все забронировать по телефону или через интернет. Дорогие друзья, я надеюсь, что в скором времени вы сможете сами испытать это незабываемое впечатление от поездки на красивейшей лодке по реке Волтава в Праге. Приезжайте к нам. Все возможные информации и вопросы вы сможете найти на нашем портале www.privet-cz.ru До скорой встречи в Праге. Огой! Огой!